Вот такую мини-экскурсию провели сегодня сами ученики-старшеклассники Давид Молхосян и Белла Хапиштова. События 2014 года теперь тоже в исторической летописи школы. Если говорить о спорте, нельзя не упомянуть знаменитую Олимпиаду 2014 года, во время которой преподаватели наших многих и учащихся старших классов были задействованы в волонтерском движении. И трое из наших преподавателей, это Мелканьяна Рита Ивановна, Грошева Надежда Витальевна и Корсунова Ольга Георгиевна, были награждены памятными наградами президентом Российской Федерации. Пятиклассникам также рассказали, что школа номер 13 на 400 мест была построена в 1956 году. Потом ее достраивали, поскольку в Сочи увеличивалась рождаемость и мест здесь уже не хватало. Собственно, и сейчас классы только расширяются. В этом году 160 новичков. Добавился еще один первый класс, теперь их пять. Первый директор, Киряев Евгений Александрович, который возглавил это образовательное учреждение, заложил основы тех традиций, которые сложились у нас в школе. Самая главная традиция, которой остался уверен директор школы, возглавлявший ее 29 лет этого воспитания и образования, это неразделимо, считает Борис Гагин. Как результат, тысячи выпускников, которые где бы ни жили, не забывают про своих учителей. Их приглашают в эту пятницу в 16 часов на юбилейные мероприятия. Мы решили провести его по-семейному, пригласить учителей, которые работали в нашей школе, и выпускников школы, и в первую очередь, конечно, выпускников тех первых лет, когда открылась школа. Сейчас в школе обучается 1400 школьников. Преподавательский состав немаленький – 70 человек. В этом году в коллектив влилось еще 13 предметников. Все они готовятся не в ущерб, конечно, урокам, к праздничным мероприятиям. А ученики, как и должно быть, строят планы на ближайшее будущее. На СУЕГ нужно готовиться, издавать много предметов, но я думаю, что моя будущая жизнь будет связана с школой в плане помощи. Я собираюсь поступать на режиссуру телевидения, поэтому непосредственно хочу заниматься этим. И не посещать родную школу для меня невозможно. Я люблю ее безмерно. Вот, собственно, то, к чему всегда стремятся педагоги 13-й школы – воспитать в детях любовь и уважение, стремление к самосовершенствованию и достижению намеченных целей.